Вы не закрыли с этой темой про тропу. Все дело в том, что мы с Натальей давнишние поклонники скандинавской льбы. И на базе у Данила живут наши ВИП-исполнители в Хохловке. Я там был, я бы так жил в основном на самом деле. То есть это человек высокопрофессиональный, если он говорит о тропе, это тропа европейского образца со скандинавскими палками, чтобы пивники окружались и понимали, что это короткий и очень балдежный путь к дороге. Я вот так скажу. Прекрасная наша, конечно, наша простора. То есть европейский такой предлагается, как бы, подход. Мы поэтому и его рекламируем. Хорошо, давайте я по тропе к музыке. Первое, что хочу сказать, что есть замечательный у нас журналист. Есть теперь, прямо я с такой, ну я рад этому обстоятельству здорово, что Павел Катаев у нас есть в примете. Человек, который пишет уже второй год, с мэтрички зрения, обалденный. Совершенно доечественная музыка, кавовскую. Со знанием, со стёбом, с качественной журналистикой. Я всех вас призываю за деталями обратиться к его статье, которая, я так понимаю, выйдет сегодня. Новому компаненту. Новому компаненту, да, Павел Катаев. Новому компаненту. Компаненту. И просто изумительно очки его, правда. Значит, мне после этого только остаются уже такие более стратегические моменты обнаружить. Ну и раз немножко хвастаемся, то и похвастаемся, чего мы достигли. Каждый год, в принципе, я думаю, что за 12 лет уже такая система опоры автоматизирована вроде, должна быть всё понятно, там, кого зовём, кого не зовём. На самом деле, нет, каждый год это какое-то приключение, каждый год. Такое драматичное вполне, так сказать, с разбирательствами, с внутренними, с какими-то погонями за исполнителями, кто может, кто не может на последнем моменте, кто куда, ну, так всё интересно. И в этом году отличие главное – это большое количество заявок. Российских заявок больше 60 было музыкальных, а иностранных 16. Это, надо понимать, заявки, которые мы не бегаем за… То есть это то, что работает уже от кампы самостоятельно, когда люди из Бельгии или из Франции или из Италии забрашивают по согласию материалов с просьбой участвовать в фестивале, это дорогого стоит. Причём почти всем пришлось отказать, потому что они не подходят, не подходят для фестиваля. Это вторая сторона, потому что как-то мы ощутили, что у нас очень требовательный такой пермский вкус. Мы настолько хотим организовать эти три дня, и с музыкальной точки зрения тоже интересные, и по возможности вот это состояние, которое вот я очень, госпожа министра, очень благодарен за слова, потому что действительно это состояние счастья, и он это музыкально поддерживает. Резационный дизайн выполнить непросто. У нас есть большое количество очень серьёзных людей из Москвы, и не буду я их называть, потому что прекрасные люди, прекрасные исполнители, они годами просятся, и мы не можем. Мы не можем, поскольку там такие звуки издаются, которые не могут звучать на камере, и всё. И с этой точки зрения мы мучаемся просто невозможности. В общем, в результате получилось 17 проектов, отобранных. Есть проекты, за которые мы прямо охотились. Это замечательная ирландская группа Кива. Я очень их рекомендую, в каком смысле. Не секрет уже, что ирландская музыка давно. Ну, наверное, уже после ревер-данса точно она стала такой, ну, механизированной, что ли хотите, фабричной. Это уже такой, заготовки, понятно, большие оркестры, все качественно всё играют, всё, ну, такая вот, стандарт. И в этом жанре найти что-то действительно ещё такое с дикостью, с настоящей, аутентичной такой, жилой кельской, трудно. Вот Кила – это такая группа. И мы за ней побегали, потому что они постоянно в разъездах, они всё время заняты, они всё время, они её говорят даже на английском, говорят они хоть или нет, а у них даже на валийском, там, говорят, ну, это замечательная группа наших годов, что мы их смогли всё-таки перевести. Составляющая потребовательности, значит, вылазить таким неожиданным образом, ну, например, болгарская, болганская тематика современной опроботки – это неприемлемая часть на любом этническом фестивале, неприемлемая, просто это такие золотые, всегда качественно сделанные вещи. И, как правило, с электроникой. Мы начинаем переговоры с одной группой, со смешным названием «Катараш» и, я не знаю, что это болгарский, но по-нашему так звучит очень хорошо. И, предполагаем, достаточно скромное применение, и вдруг, по мере наших требований, выясняется, что книга соединяется очень серьёзная певица, и из-за как бы много закрываемого проекта «Остать совершенно вдруг». То есть мы звали одних, а приезжает совершенно там серьёзная, с электронной озвучкой серьёзные совершенно исполнители, зная уже камни, потому что болгары здесь были, и ещё у нас хороший контакт. Мы тоже этим гордимся, потому что важная составляющая фестиваля – мы сознательно её отслеживаем и очень ей дорожим. Мы считаем, что фестиваль должен давать такую отметку в биографии исполнителя. То есть человек выступил, что-то, он получил какое-то продвижение. Если создались в фестивале совместные проекты, это вообще замечательно. И у нас есть такие примеры. То есть выступление на камере должно быть в портфолио артиста, упасть в такие замечательные эффекты. И мы с этим столкнулись, потому что большое количество, особенно электронных групп, посылают свои заявки уже в преддверии тура. То есть камба вошла в туру, рассматривается группами как промо-туру.